Добро пожаловать в GTA V Majestic RP! Все ссылки для скачивания, регистрации и промокод для плюшек при старте будут в описании под видео. Всем приятного просмотра! Я что-то не понял, почему у меня заблокированный счет. Может быть мне там расскажут, что произошло. Я что-то в шоке. Как это счет заблокировали? Ё-моё, как мне жить? У меня же на счету там депозит полмиллиона. Во счет заблокирован. Во счет временно заблокирован в связи с задолженностью, за оплату тарифа. Для разблокировки счета необходимо погасить задолженность. Я так и подумал, что у меня обслуживание карты банковской. Короче, полторы тысячи же в месяц. Мне надо эти полторы тысячи где-то родить. И тогда будет все окей. Блин, у меня сейчас спринтер, который раз просто выручит. Работа дальнобоем. То есть мне не надо же ничего там не покупать дополнительно, не брать в аренду. Там буквально пару рейсов сделать. И все. О, депозит упал. 1200, сумма 13. О, как раз у меня на счету 1900. Зашибись. Не надо никуда ехать. Не надо никуда наниматься. Все, сейчас разблокируется. Все, дело это. Чищ, напугался. Не напугался, закипишевал. Сейчас оплатим за должность, и все, нормалек будет. Так, оплатить. У вас недостаточно наличных. Блин, еще есть снять наличку, надо же. А где тут? Где-то же должен быть и банкомят возле банка, разумеет. И... Вот он. Нашел. Так, снять наличные. 1975 могу. А, там еще и комиссия. 1900, короче. Блин, я не могу наличку снять. Да вы издеваетесь? Серьезно, как я... Что за бред? У меня карта заблокирована, они говорят, давай наличкой. Наличкой подхожу к банкомату, карта заблокирована. Карту разблокировать, давай наличкой. Замкнутый круг какой-то. Короче, мне по-любому придется возвращаться и этого... Поработать чуть-чуть дальнобоя. Такая проблема, к сожалению. Так, я хочу устроиться на работу. Хорошо. А, это мне не надо. И, кстати, я, наверное, квест сразу же выполню. Все, зашибись. 25 тысяч? Дальнобойщикам на спринтере вообще как делать? Нефиг делается. Ладно, надо крутнуться пару-тройку рейсов, чуть-чуть деньжат подзаработать, чтобы счет разблокировать. А то иначе вообще какая-то непонятка получается. Еще надо выяснить, где там офис находится. Так, он говорит, если что, руда лежит в офисе, в BMW, говорит. Можешь или выгнать, взять из багажника, или на ней поехать сдавить. Завтра зайдет, почему. Ладно, я сообщение отправил. Если что, там как отпишет. Поеду, съезжу в офис, заберу руду и отвезу ее куда надо там. Пока просто поработаем, деньжат чуть поднакинем, налички себе. И надо будет счет разблокировать. А то так не пойдет, что-то вообще тупик какой-то. Я немножко шокирован. Спринтер, пацаны, девчонки. Летает. 230. Быстрое ветро. И управляемый. Я сейчас подвеску поставил. Управляемый хоть встал более-менее туда. До этого, что-то вообще какой-то неповоротливый выбор. О, как раз маршрут у меня, смотри, проходит возле отделения банка. Кайф. Пойдем разблокируем все счет. Чик, оплатили. И... И пополни счет на 1800. С пин-кодом 0909. Бэм. Во, все. Нормас, нормас. Так, ладно. Что там у нас по поводу этого самого семейного контракта? Контракта. Давай, я хочу все-таки сделать семейный контракт. О. Кабан звонит. Алло. Ну как там, снигаем? Э, ты чё, больной, что ли? Кабан накинул деньжат. Черт какой-то докопался. Так, короче, мне надо сначала руду забрать. Где забирается руда, я понятия не имею. Офис, может быть. Он мне говорил в офисе. Мы поехали в офис съездим. Для начала. А там разберемся, наверное. Так, вот он офис. На, попробуем. У вас нет ключа от гаража офиса. Опа. Оно. Ладно, давай тогда сделаем по уму. Немножко поработаем, закроем квест дальнобойщика, а потом уже спокойно возьмемся за все остальные дела, в том числе и за контракт. Не понял я, чё там, как там делается. Горуч от гаража от первого офиса у меня нет ключей. Возможно, по другим офисам надо, а может быть, просто в меню сейчас пошариться надо. Ладно. Этим вопросом мы займемся чуть позже. Пока квест дальнобоя закроем. 25 тысяч заработаем. Мы как раз как при бабле будем. А не вот это вот все. Вот урод, а. Чё, ненормально? Чё ты исполняешь? Лейбан, блядь. Мога залетим, пожрать, взять чё-нибудь попить. Здорово. Да, не нравятся мне эти парни. Пожалуй, я закинул в босики. А можно в банке, наверное, да? Во, отлично. Зашибись, один из кусков есть, и надо, кстати, баланс пополнить. Пособие по безработице 1200 рублей. Понял. Да, я серьёзно на спринтере, вообще вопрос денег вообще не вопрос. Час отработал, всё, вообще, плывали. Сегодня, кстати, на рыбалку поеду, потому что у меня есть квест 15 предметов на рынке продать, я как раз 15 форелин выловлю. Поеду порыбачу сегодня с кайфом. Жизни не получается только в игре бывшего отвезти. Кстати, в казино можно было бы залететь. А давай, наверное, так и сделаем. В казино тоже залетим ещё. Крупнём колесо фортуны. Халяву снимем. Ну, давай, удача. Улыбнись мне. О, машина. А, кого там? Деньги. Три, двести. Ладно, три тысячи, чё, на дереве растут, что ли? Тоже приварок какой-никакой, да? Пусть скромный, но зато не прилагали никаких усилий. 50 километров накатал, наверное. Квестик выполнился. Окей. Вот, видишь, какие-то задания попутно делаем. Хотя, по сути, сегодня первый день записи, это день заработка у меня. А ещё и задания какие-то делаются. Лёво. Это чё сейчас было? Чё за жесть? Он примагнитился ко мне. Есть! Квест закрыли. Поговорить, я говорю, с работодателем. Ну, теперь спокойно едем на базу и увольняемся. Задание завершил. С работы уволился. Миштяк. Так, слушай, а чё, если попробовать спринтер сдать в аренду? Я всё равно пока на нём работать не буду. Я сейчас кое-что по заданиям хочу попробовать поделать. Давай посмотрим. Может, получится. Сдать транспорт в аренду. Вот же есть, ёлки-палки. Так. Сдаём сюда. Стоимость за час. 3 900. По часовой, да? Бам. Часы размещения. 5 часов. 5 игровых часов. Объявление является платной услугой, прежде чем объявление станет доступным. Хочем указать время действия вашего объявления. Его можно будет продлить позже. Стоимость размещения звезды. Ну, давай минимум 5 часов поставим пока. 2 500 мы отдали. За размещение. Окей. Пусть забирают. Мы дальше на Неве двигаться будем. Сейчас мне надо в кувет отойти. Вот так вот. Прячемся. Тут посидим пока. Хе. Ща подойду. И о чем мой спринтер не забрал никто еще, что ли? Ё-моё. А, ладно, давай попробуем разобраться, что у нас там по поводу семейных контрактов, развлечения, метро, работа, фракции. Это что такое? И, короче, я не знаю, где руда находится. Ей-богу, я не знаю даже, где у нас офис семейный находится. Поэтому мне... Но могу только предположить, что можно кататься по офисам вот этим желтым, да? Офис один. Ну и по порядку в каждом офисе... А, ну в первом офисе я смотрел. Там точно нет. Офис два. Может быть туда попробовать мотнуться? Давай попробуем, сгоняем на Неве туда, что ли? Ну, поехали во второй офис. Первый я заезжал. У меня, говорят, ключа не было там от гаража, что ли, или что в этом духе. Так, тут что у нас? Где у нас? А, ну, не, ну, а, вон там гараж вижу. Аркадус, бизнес-центр, всё куплено, ничего не понятно, что с этим делать. Ладно. Скорее всего, это тоже не наш, да? Офис. Да, у вас нет ключей от гаража офиса, понял. Так, третий офис. Тоже, походу, порожняк, да? А, нет, мой 150-й. Отлично, отлично. Значит, где-то здесь, скорее всего, мы сможем... Опа, зашёл в гараж. Так, говорит, в Бэйхе где-то... Говорит, в Бэйхе где-то должна быть труда. Упс. Ё-моё. Вот это зверь. Ладно, надо сначала понять, есть ли тут труда или нет. В первую очередь, да? А, багажник... Содержимое багажника... Есть труда, всё отлично. Ну, тогда давай я не буду, наверное, использовать эту машину. Содержимое багажника, руду заберу. Ну, во-первых, машина не моя, во-вторых, мне потом головняк... А хотя, поехали на Бэшке, на этой прокатимся, семейные... Мне всё равно потом надо будет сюда вернуться и сдать машину. Нива моя, я надеюсь, никуда не денется. Поехали, прокатимся на Бэшке. Да, ребята. Это машинка, конечно. Базар Азира. 270. 270. 280. 288. Я того родственник. Уф, как не разбил. А где-то здесь, да, офис у нас был? Да, вот здесь точно, помню. Базар, Джексон-машинка. С ума сойти. Всё, есть. Металлургиев успешно выполнили контракт. Я, короче, по молодости с армии, когда приехал, первое время работал на СТО на замене масла с одноклассником. И вот мы нет-нет ключи, когда, короче, оставляли клиенты. По своим делам куда-то наворачивали. Мы бывало с корешем, короче, машинку. Там по райончику поливали на ней. Так чисто прокатиться. Вот одна из самых таких машинок запомнилась. BMW X3 была. Ё-моё, вот она зарывалась. А, не X3, Z3. По-моему. Я не помню, прикинь. А нам чё? По 20 лет. Молодые. Ветер в голове. Ну чё, уже 15 лет назад это было. 15 лет, 16 лет назад, где-то. 15-16 лет назад. Офигеть. По-моему, машинку шпанов в порядке полно была, да? По красоте. Ё-моё, это чё за бешеная машина. Офигеть. Фига у нас члены семьи на заряженных машинках двигаются, да? Я на своей ниве, как этот колхозник какой-то. Ну чё, зато она у меня для души, на рыбалочку чисто. Чук-чук. Вот она моя красавица. Почти бэха. А чё, поворотник включен? Алло, звонил? Кабан, что ли? Поехали на рыбалку, не терпится мне уже. Потом на обратном пути заедем куда там надо. Прикупим всё, что необходимо. Сначала к этому рыболову залетим. Отсюда, с левой стороны, как раз нам по пути. У него насадку прикупим. И всё, и на речку. Пятнадцать рыбин ловить. Подожди, а чё у меня поворотник включен? ПОТНЫЙ ЛИ БРЫХАНУ Так, настройки. Мы загружаем на прицел. Главное. Категория. так любой транспорт покинуть смотреть на понятно так могу чем-то помочь хорошо помогу левак вы сразу же возьмем на 20 килограмм рыбы это не проблема как ловить его чудно купить инструменты для работы мне нужно купить удочка у меня есть да привет я чисто по ниве тебя узнал подписчик здорово-здорово чё-то чё тут на рыбалку я вот на дальнобойщике купил этот бенефактор я увидел что ты тоже купил я решил тоже его купить правда у меня есть не столько как у тебя койна а я чистый вазарял пришлось купить блин он стоит как тарков наверно премиальным но ты пошел и купил этот короче спринтер теперь на нем будешь работать да нифига не но это это короче у тебя долгосрочное вложение получается ну ты отчаянный я вижу белая него такая вся на это штамповках и это дано но это стандартная жемли но вот я и думал и за тобой поехал да ты чё ты на рыбалку да квестики мастики то а у тебя в семье если контракт есть то его можешь там стать то есть там форель вроде бы 70 килограмм форели если надыгаешь можешь контракт закрыть там семье 100 тысяч я у нас скромно семья щас пока но я только что руду отвез больше пока нету доступных семья какая легальная да легальда нас там два человека меня если видел сегодня выпуск новый сделал там короче один человек пригласил и там новым говорит нас может ездить по своим делам двигаться так время от времени там квесты будут если у меня тоже также взяли фаму она тоже да 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 они на левом говорит летом вообще не вариант там один ушел другой в декрет еще куда туда сюда короче все но мне повезло то что в этой фамилии хотя бы все выкупили а потом все закрыли ну то есть все выкуплено и приходится самому все активируем да ты чё мне просто права дали также продолжай добро добро спасибо спасибо а кстати вайб когда будет новые это с нуля да обязательно ожидает удачи все спасибо братья тебе содержимое багажника удочку взять лопату а пока не надо я думаю да а я думал нифига себе на рыбалку на спринтере кто-то приехал базару не заряженную ладно тут народу куча целая пойдем на вторую точку что ли съездим тут и палит и полиция и все на свете тоже он куча ну ладно вот так припаркуемся незаметно гиса да да наконец-то я тебя встретил ты как меня нашел я каждый ролик пересматривал думал блин где ты постоянно думал хоть в ролику подумаешь попал считает и чё выпуск выпустил чё сразу снимаешь да чё то время выдалось решил не тратить а пока вытягивал короче не работает да у меня пока этот время есть свободное решил сразу же залететь там контракт в семье был я его сделать зашел и что-то пошел на рыбалку видел видел блины не верится прям а чё не верится вверх здесь удачи давай спасибо давай давай твои ролики два года назад смотри да ты чё играть уже третий человек который меня сейчас нашел только что на рыбалке купил тарков на это выиграть тарков там тебя не встретил пошел на модель базару нет реально мир тесен на рынок только грамм продать 1 грамм 2 грамм 2 грамм смотри про очередное если выполнять то есть когда ты продаёшь рыбу по плейсту проложи продавай по плейсту в 1 грамм не всю рыбу а 1 грамм а остаток у тебя к плейсту он выполнится остаток рыбы уже продавай на маркетплейсе да да ну ты чё ни фига продавай не ниже чем 1.1 я по сути 1.2 продаю там ну вы надо смотреть а так не ниже чем 1.1 а то что ты сейчас покоится продаёшься ты жестко минус уходишь понял понял все удачи парни я погнал ой бля я погнал машину то где ты краси фаджо на один час арендовал какой медленный того родственник вот она вот она красавица пополни чё 39 тонна все чтоб с собой крупную сумму не возить так что там говорили с багажником он говорит разделяй и продавай по грамм по граммам говорит давай попробуем так и сделаем так багажник взять вам серьезно вот так один если взять серьезно один грамм не а если серьезно то есть получается я сейчас продам один грамм лаки фишерман 2 брать серьезно успешно продали форель за 70 центов это я закрыл помощь в ловле рыбы в речке поговорить с рыбаком и речке этот кластик закрыл а что касается сезонного задания то один что-нибудь на рынке продать один из 15 я продал получается и вот так вот мне еще 14 раз делать что меньше а нет смотрю он отдельно весом по грамму короче их раскидывает все понял тогда по так надо будет мне 14 13 ой чая считаю так одна вторая третья четвертая рыба есть еще 10 а ну пробуем смотри а ну-ка базару лиц работал 9 долларов отлично всю остальную массу рыбную вот этого то что я наловил я могу продавать в этом самом не могу а буду продавать marketplace давай потонем так marketplace мне надо значит сначала рыбу всю мою имеющуюся сложить на склад и потом ой заглушил и потом выставить тупо на продажу все итак мы поймаем максимальный профит ну вот видишь спасибо парням что подсказали на самом деле я в прошлый раз продал за сколько за 9 тысяч что ли что-то в этом духе или 12 тысяч не помню точно 20 рыбин которые я поймал 20 килограмм точнее сейчас мы этот момент исправим так все форель забираем 20 килограмм багажник закрываем а подожди там же еще какие-то три предмета надо было выставить на продажу так что продать червячка давай продадим кукурузу кукурузу и пустую пачку сигарет там же не обязательно их прям продать их там просто выставить на продажу же надо поехали на склад нам надо будет переложить а вот можно на склад пустой мешок банка кукурузы это то что я выловил на рыбалке зачем она надо не понимаю рыбу главное переложить червячка готово и так достаем планшет боремся в marketplace на вашем складе находит выставить на продажу три предмета три предмета три предмета пустой мешок 10 долларов пусть будет он 150 100 всякую короче вам шеев клад пополнен нормально так кукуруза 5 штук сколько она стоит интересно услуги одежда предметы такое вообще продает кто-то продают 380 серьезно что-то города ладно пять штук за штуку сколько там три сотни давай поставим туда бам 1200 за килограмм все выставил о капец и а нет нормально ну примерно где-то больше где-то меньше цену зарядил блин червячок же бедняжка еще остался там давай его тоже продадим за 10 долларов все пусть будет ну вот еще одно дело сделали получается значит мы в сезонном пропуске уже три задачи выполнили это от вам избавились продавец на рынке и водила пойдем наличку с банкомета снимем и назад закинем а мне еще к рыболову же надо обратиться а он мне еще тоже 6000 должен будет дать снять 20 как же он палевно снимает громко офигеть все поехали к рыбаку расчет у него забираем и все назад закидываем насчет и вся любовь братела завершил задание и все получается получается все зашибись все едем снова в отделение банка закидываем деньгу радуемся жизни 50 кусков за три с половиной часа вполне себе ты отделение банка по моему до 9 же работает я не успеваю да пополнить еще 26 кусков значение пин-кода 0909 нет я успел зашибись все так еще бинтики хотел взять налить на картой лотерейный билет вам еще один квест короче надо по помойкам поездить как в прошлый раз просто заразиться дичью дающим все нормально будет а вам подожди он мусорка он не хочет у не копаться о надеюсь я заболел звук был примерно такой же как и до этого если получится то мы вакцинируемся и самый сложный получается квест сделаем о отлично ай хорош апчхуй вы здоровы ой да браток прости браток где поехали вакцинироваться и мое десохотрый знает где заболеть и где вылечиться потом самый сложный квест сейчас закроем да блин а чё врача нет что доктор доктор мне помощь нужно что у вас случилось не знаю у меня короче чем что-то вроде вируса грипп не знаю что там идемте я вас послушал а почему вы центр не поехали у бокс да я тут недалеко просто первые симптомы были я сюда подъехал сразу здесь такое время вообще редко когда бывает доктора снимать и верхнюю одежду сейчас я вас послушал тогда действительно у вас грипп вакцина стоит 2000 передавать у меня недостаточно надо в банкомат быстренько можно холи до есть холи снять 300 доляр и наколу потратил индеец все готово благодарю все я щас задание выполнил как же хитер этот пацан где таких делают еще бы 10 заказал так теперь я предлагаю сгонять знаешь куда помнишь меня как-то отвозила дамочка по моему вот в этот бар до 9 бар она говорил до 9 бар я хочу закупиться провизией так как постоянно я покупаю эти сладости и газировки есть шанс того что я отправляюсь нет желания в общем лишний раз рисковать да и по моему там намного лучше ну не намного но чуточку лучше . больше восполняется уталяется жажда и уталяется голод красиво красивая запаса они вот они вот переливается все красивая счастливая я предлагаю просто покататься тогда на автобусе вообще не париться одной рукой играешь все именно за это я и люблю работу водителям автобуса смысле чё я по встречке еду ты сам смотри куда едешь твоя полоса вон за забором а ну так туда как-то ты можешь браво день под каблучника это про него походу перед девчонкой света выпендривается и опять это сделать хотят по моему чисто черт это было на тоненького конечно ну в общем и целом получилось 58 всего остановок за три маршрута не повезло мне с желтым маршрутом на желтом маршруте больше всего остановок поэтому оставлю как есть бесплатные majestu coin я уже забрал так что с этим полный порядок посмотрим может быть оставшиеся остановки мы потом совместим с выполнением других каких-то задач по летнему пропуску да 26 коробок надо отвезти говорят 70 килограмм вроде понял все это доедем на точку сдачи изи-пизи задачка для семьи попадели до децил ехали отвезем все особо сегодня не планировал катать поэтому так чисто зашел задание сделать получается вся любовь и сюда выгрузить походу надо да на эту точку так багажник содержимое багажника 78 давай возьмем сколько сможем а он по одной вот так вот будет брать елки-палки ну ладно доставили одну как он бережно ее кладет молодец ну и в общем вот такой геймплей подъезжаешь на точку погрузки грузишь по одному ящику сначала в машину 26 штук конкретно в моем случае потом подъезжаешь к точке разгрузки и точно так же по одному по одному ящику выгружаешь ты интересно прям вплотную я могу подъехать чтоб не бегать на хотя бы получается могу ну вот тебе и навыки туда же я кладет окей навыки работы мусоровозом пригодились прошел эволюцию вы уже доставили максимальное количество для одного участника семьи остальную часть должен доставить кто-то другой зашипись я как в упор от идти теперь буду так двигаться ну ладно уложился по времени да вообще в 20 минут давай посмотрим чего у нас там по сезонному пропуску какие заданица есть собрать сырье на шахте во как 80 тележек что ли притащить это что-то много как были у меня уже неприлично много маджисти коинов накопилось любитель ставок на блэк джеки почтальон завершите рейсы на работе почтальона 25 рейсов это можно сделать дикая охота поймайте животное и разделайте его ё-моё я этого не буду так в рулетке говорит выиграть 20 ставок в казино окей звонок другу позвонить кому-нибудь на телефон мы будем делать только какое-нибудь простенькое выкурите что-нибудь и вот выкурите что-нибудь говорит процентами переведите деньги на банковскую карту говорит через банк банки уже закрыты походу арендуйте водный транспорт изи-пизи почтальоном поработаем шахтера поменяем деньги на работе где можно устроиться ой вообще кайф смотри что у меня поменялось работяг заработайте деньги на работе где можно устроиться 30 тысяч всего заработать тем более у меня есть квест недоделанный водителем автобуса доделаем там получается и потом дополнительно еще дальнобойщиком добьем нужную сумму все это ограбление эээ тормозим 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 что случилось выходим транспорт на стресс сыринг играю играю и что такое когда же меня похитят уже наконец-то ручки вверх меня грабят а у меня деньги сыпятся спасибо спасибо игра я так и думал что чем-то подобное закончится потому что там какой-то пипец на ночь глядя rpg пацанчики попались да можно выброситься из машины короче в следующий раз я в этих похитках и граблениях не буду участвовать насколько я помню там есть лазейка типа я не поднимаю руки и все и тупо стоишь врага в пол и тебя стреляют появляешься в больничке мне не жалко там контент все горят я все понимаю но блин за время пока вот эта похитка происходит у меня автобус обнуляется исчезает и мне надо возвращаться потом на автобусную станцию чтобы опять арендовать автобус чтобы потом снова начать маршрут короче это слишком долго по времени мне проще на месте там сдохнуть из больнички доехать до автобусной станции честно похитки эти мохитки нафиг манал я хоть бы сказали что это ограбление там если ограбление пофиг если похищение блин ну это слишком долго заломал руку задержанному и потащил за собой у вас есть удостоверение кушать хотим нет удачи да есть сейчас чуть попозже покормить девушка вон там вот сейчас свироки царик вот тут вот девочка хочет кушать девушка девочки вот кушать хочет кушать я разберусь я сказала кушать кошельки в кошельке слышно хорошо а кошелек где у вас лежит по моему в кармане хорошо осмотрел кармашки и нашел кошелек удостоверение у вас нет там удостоверения кушаем черт возьми наверно в автобусе оставил наврал что такое может да попытался смешать что встаньте лицом я люблю просто стяжечки на девушек надевать а ты пойдете к стенам только не по лицу мне кажется виды вообще бомба улыбаемся да пусть скажите сиськи что-то мне плохие это в этот раз видимо не подводит да пойду пообщаюсь может довезет давай удачи братец ты случайно до ключика не докинешь меня ща посмотрю маршрут давай да садись я в сэндик еду спасибо спасибо большое от души от души как говорится нетего тратного сейчас заберем свою ниву и поедем опять на автобусную станцию единственный момент который я не понял это что там с документами я что-то либо где-то проморгал либо не понял как объяснить им что они у меня в кошельке а где кошелек он так и не понял или он где-то притормозил или я чего-то не знаю на самом деле если кто в курсе напишите пожалуйста в комментарии как это работает погнали сконечно уже пассажир есть интересно афкшить так можно сел в автобус и просто катаешься отвернут жестикой но вообще афк возбраняется но это получается лазейка в законе или может у него квест прокатиться маршрут полный на автобусе как важно все не васяк пусть тут стоит припаркованная нам надо 25 маршрутов оттарабанить дро бро строится да пожалуйста машину мне давай в руку и что я поехали слушай а если у него квест возьму сколько там было не помнишь точек объездить что совместим приятное с полезным коробки 69 посылок писец 1968 долларов за полный бак отдал дизеля пошли вроде работа почтальона вообще капец невыгодная если еще учитывать что у меня вип а у кого-то его нет если мне это не особо выгодно без випа вообще надо ее балансировать но насчет доставившихся 9 посылок по моему проще да задача 3 4 5 по моему посылок насколько я помню за одну точку а в сезонном пропуске а нет все классно прогресс не рейсы а посылки 25 посылок так это всего 5 точек объехать вот тогда мне нравится тогда это мы сделаем точно и обой готова можем ехать увольняться задачу мы выполнили получается здесь 25 еще 9 тысяч заработать ну почтальонам или автобусникам я точно не хочу зарабатывать так что пожалуй лучше на дальнобое а и 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 Постой, спасибо О, на автобусе поеду Автобус же как раз едет туда Он как раз в этот городок едет, куда мне надо Не надо такси никакой